Постсекретарь США Хиллари Клинтон на этой неделе посещает Саудовскую Аравию с целью обсудить с королем Абдаллой возможное решение сирийского кризиса. Правозащитные движения тем временем указывают на иронию обсуждения свободы в стране, где за протесты можно подвергнуться смертной казни. Оксана Бойко рассказывает нам о двух сторонах Саудовского королевства. Ливан, который считается самой либеральной арабской страной, зачастую становится убежищем для граждан самой строгой страны и региона. Тысячи саудовцев ежемесячно прибывают в Бейрут на так называемые каникулы свободы. Саудовская Аравия – самая консервативная страна мира. Женщинам там запрещено водить автомобиля, чтобы выйти на работу, они должны получить разрешение от своего отца, мужа или сына. Королевская семья, которая хранит эти правила, заявляет, что они часть саудовского наследия и должны уважаться. Однако, предписывая своим гражданам ввести такой образ жизни, некоторые из членов саудовской королевской семьи не считают подобные ограничения обязательными для себя самих. Они отрываются во время путешествий за границу и вовсе не представляют из себя образец благочестия. Саудовские принцы славятся тем, что тратят сотни тысяч долларов наличными на женщины ночные клубы. Излишество для кучки избранных и ограничения для всех остальных. Это не проходит незамеченным и разжигает недовольство в обществе. За последний год протесты общественности неоднократно были встречены применением силы. Только за прошедший год в Эр-Рияде были убиты четверо демонстрантов, арестованы до 50 человек. В марте религиозный совет страны выпустил фетву, которая приравняла демонстрации к греху, который карается смертной казнью. Если в Саудовской Аравии устраивается демонстрация, ее жестоко подавляют. Независимые журналисты и правозащитные организации часто сообщают о подобных фактах. Демонстрации в Саудовской Аравии просто вне закона. И тем не менее, при всем своем жестоком отношении к своим собственным протестующим, Саудовская Аравия вполне себе поддерживает восстание в других местах. Эр-Рияд был в ряду первых, кто призвал к международному вмешательству в Ливии. А что касается Сирии, считается, что Саудовская Аравия является одним из главных спонсоров повстанцев. Когда все пошло не так, как они ожидали, в основном из-за российско-китайского вета в ООН, они решили сыграть более важную роль, даже публично заявив о планах по финансированию повстанцев. США никогда не критикуют Саудовскую Аравию за ее жестокую внутреннюю и внешнюю политику. На настоящий момент Эр-Рияд и Вашингтон ведут переговоры о продаже американского вооружения на сумму 60 миллиардов долларов. Брат по оружию развен сторож брату своему.